Время Икс на информационном канале Севастополя в студии Мария Боленская. Здравствуйте! В России полным ходом идет прививочная кампания от гриппа. Севастополь не становится исключением и на текущий момент привито уже 85 тысяч жителей. Это 44% от плана, тогда когда всего на эпидемический период планируется вакцинировать 190 тысяч жителей. В связи с этим принят ряд дополнительных мер для активизации прививочной кампании, в том числе организована активная выездная работа. О медицинском обосновании необходимости вакцинации против гриппа сегодня мы поговорим с начальником отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Севастополя, доктором медицинских наук, профессором Михаилом Владимировичем Малишевским. Михаил Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители! Должен сказать, что вакцинация против гриппа стартовала у нас с начала октября месяца и должна закончиться ориентировочно к 1 ноября. Связано это с тем, что ученые предсказывают предстоящую эпидемию гриппа на конец декабря, январь месяц, когда будет наибольшая вспышка. И к этому времени мы с вами должны сформировать иммунную нашу с вами защиту от предстоящего гриппа. Предполагается, что три основных штамма ожидают нас в предстоящую эпидемию. Это штамм гриппа H1N1, который самый опасный с точки зрения эпидемиологии. Его еще называют грипп-мичигам. Второй штамм гриппа это H3N2. И третий штамм гриппа это вирус гриппа B. Современная вакцинация предполагает защиту от всех трех штаммов вируса гриппа B. Совингрипп, который сегодня мы получили в достаточном количестве из Министерства здравоохранения Российской Федерации. И этой прививкой у нас нужны все поликлиники города Севастополя. Кроме того, у нас работает передвижной пункт для вакцинации нашего населения. И все желающие могут совершенно бесплатно пройти эту процедуру вакцинации и защитить себя от предстоящей эпидемии. Опасность эпидемии заключается в том, что каждый заболевший является источником и передатчиком для того, чтобы передать эту инфекцию всем своим окружающим. Сам по себе грипп относится к респираторным вирусным инфекциям и представляет очень большую опасность. К сожалению, определенная часть населения недопонимает всей важности, проводимой на сегодняшний день вакцинации. Дело в том, что в мире каждый год насчитывается огромное количество летальных случаев от гриппа. И поэтому, поставив прививку, вы обязательно защитите себя и, самое главное, своих близких от той самой инфекции, которую мы называем гриппом. Наиболее подвержены опасности не просто заразиться. Грипп заразен практически в 95% случаев. Это высококонтагиозная инфекция. А опасность именно от самой инфекции и ее осложнений. Этой опасности подвергаются в первую очередь дети в возрасте до 5 лет, люди пожилого и старческого возраста, то есть те, кому больше 65. Этой опасности подвергаются беременные. Это особый контингент жителей нашего города, которым обязательно необходимо пройти вакцинацию. Этой опасности подвергаются люди, которые имеют хронические заболевания, сопровождающиеся снижением иммунитета. Это сахарный диабет, это заболевания сердца и сосудов, это заболевания дыхательных путей, хроническая абстрактивная болезнь, легкая бронхиальная астма. Одним словом, большинству жителей нашего города необходимо привиться от гриппа, и тем самым мы с вами можем остановить эпидемию гриппа в нашем городе. Михаил Владимирович, в зоне опасения вы перечислили и детей, естественно. С какого возраста родителям необходимо детишек прививать? На сегодняшний день считается, что в возрасте старше 6 месяцев мы можем прививать детей от предстоящей эпидемии гриппа, именно проводить вакцинацию. Еще раз хочу напомнить, что та вакцина, которая сегодня имеется в нашем распоряжении, это трехвалентная вакцина, очень качественная, высокоэффективная. И из всех средств профилактики гриппа, из всех средств защиты нашего организма от гриппа вакцинация является самым-самым эффективным. К сожалению, не все еще сегодня понимают, насколько важно защитить себя от предстоящего гриппа. Многие надеются на русский авось, на всевозможные народные, так называемые народные средства профилактики гриппа. К сожалению, это все заблуждение, это все ошибочное мнение, которое свидетельствует о безграмотности тех людей, которые так думают. На самом деле грипп это очень опасная инфекция и защитить себя от нее возможно только с помощью прививок. Хочу подчеркнуть, что не только речь идет о защите нас, взрослых людей, но и о том, что мы несем ответственность за своих детей, за своих родителей. Это как раз тот самый контингент, дети и люди пожилого и старческого возраста, которые имеют наибольшее количество осложнений в период эпидемии гриппа. Вот опыт 2009 года показал, что эпидемия гриппа сопровождается резким увеличением количества пневмоний, которые на сегодняшний день, я имею в виду пневмонию, является очень опасным заболеванием нижних дыхательных путей и сопровождается достаточно большой летальностью. Ну все же, Михаил Владимирович, почему вокруг вакцинации и непосредственно прививок гриппом входит столько много страшилок? Как относиться к противникам вакцинации? Почему все-таки, скажем так, не большая часть населения, но тем не менее часть населения не идет делать прививки от гриппа? С чем это связано, на ваш взгляд? Тут причин, на мой взгляд, несколько. Одна из этих причин заключается в том, что часть населения не верят в медицине, часть населения считают, что современные достижения нашей доказательной медицины – это все неправда, и пытаются бороться со своими заболеваниями, в том числе с профилактикой гриппа, я еще раз об этом уже говорила, самостоятельно народными средствами. Это очень большое заблуждение, которое, самое главное, вредит всем нам. Почему? Потому что человек, который не привился от гриппа, он в предстоящую эпидемию заболеет гриппом и станет источником заражения всех окружающих. Тот человек, который привился от гриппа, он мало того, что не заболеет, но и даже если он заболеет, он заболевание перенесет в легкой форме, без осложнений. Понимаете? Другая причина того, что люди не хотят прививаться, заключается в том, что люди не верят в те самые вакцины, которые сегодня предлагает Министерство здравоохранения Российской Федерации. Я тоже хочу опровергнуть это заблуждение, поскольку вакцина очень качественная, вакцина многократно проверенная, разработанная именно под эту эпидемию гриппа. Здесь важно подчеркнуть, что в каждую эпидемию гриппа мы имеем дело с новым вирусом гриппа. Как бы мы его ни называли H1N1, H3N2, в любом случае это мутировавший вирус гриппа. И поэтому ученым каждый год приходится новую вакцину разрабатывать с учетом предстоящей эпидемии. Почему она их трехвалентная? Потому что мы не знаем наверняка, какой из этих трех предполагаемых штаммов вируса гриппа будет преобладать в будущую эпидемию. Какие меры на сегодняшний день приняты для активизации прививочной кампании у нас в городе? Для активизации прививочной кампании в городе у нас, во-первых, есть в наличии достаточное количество доз вакцин для прививки. Во-вторых, мы проводим очень широкую, активную, очень важно даже сказать, может быть, агрессивную пропаганду этой вакцинации. Потому что мы сегодня должны сказать гриппу стоп. Мы должны сказать, что грипп сегодня в Севастополе не пройдет. И для этого нам необходимо привить достаточно много взрослых, детей, пожилых людей, беременных, то, о чем я уже говорил. И поэтому большая массовая пропаганда среди населения является очень важным элементом нынешней прививочной кампании. Очень важно, чтобы каждый из нас, из тех, кто смотрит нашу программу, из тех, кто живет в Севастополе, понимал, что от гражданской активности, от нашей активной, продуманной и, самое главное, грамотной с медицинской точки зрения позиции зависит здоровье всех окружающих. Хорошо. Я решила сделать прививку от гриппа. Существуют ли какие-то правила, например, за две недели до прививки и какие-то правила, когда непосредственно эту прививку я получила, какие-то правила соблюдения профилактики или что-то? При болезненном состоянии, да? Возможно ли делать прививку? Температура, насморк? При болезненном состоянии делать прививку не рекомендуется, потому что вакцина представляет собой убитые вирусы гриппа, по сути дела, инактивированные, так называемые. То есть содержат элементы вируса, элементы его составляющих частей, которые позволят нашей иммунной системе выработать иммунитет, защиту. Защита вырабатывается в течение в среднем 21 дня, поэтому и прививочная кампания проводится осенью, ожидается ее окончание к началу ноября, с тем, чтобы мы уже в декабре были готовы, наша иммунная система была готова к предстоящей атаке со стороны вирусов. Перед тем, как сделать прививку, вас осмотрят врач, терапевт, либо это будет педиатр. И должен сказать, что в большинстве случаев прививка будет поставлена. Это очень редкое исключение, когда прививка не ставится. Одно из них вы уже назвали, это болезненное состояние. Здесь нужно будет вылечиться, выздороветь. И спустя полторы-две недели снова прийти и поставить обязательно эту прививку. Потому что прививочная кампания, вакцинация поможет повысить активность нашего иммунитета и защитить всех нас от предстоящей эпидемии гриппа. Существует ли какая-то группа людей, которым прививки противопоказаны, скажем так? То есть люди с пониженным иммунитетом? Дело в том, что людям с пониженным иммунитетом как раз и показана вакцинация против гриппа для того, чтобы повысить уровень иммунитета и защитить организм каждого из тех, кто будет вакцинироваться от предстоящей эпидемии. Потому что не просто заражению гриппом, но осложнением гриппа именно привержены люди с ослабленным иммунитетом. Когда грипп, поражая организм человека, резко снижая иммунную защиту, приводит к тому, что активизируются все те хронические заболевания, которыми человек страдает. Активируется собственная внутренняя флора, она поднимает голову, изусловно патогенной становится патогенной. Это относится, в первую очередь, к пневмонии, потому что мы знаем, что пневмонии не заражаются, пневмонии заболевают. Это собственный пневмокок, который живет у нас в ротовой полости. Ночью при микроаспирации этот пневмокок вместе со слюной попадает в нижние дыхательные пути, но мы утром просыпаемся без пневмонии, потому что наша иммунная система этот пневмокок нейтрализует, и тем самым заболевание нижних дыхательных путей, пневмония не развивается. Что делает вирус гриппа? Вирус гриппа полностью блокирует иммунную систему за счет воспаления, вся иммунная система переключается на грипп, а в это время пневмокок, подстерегающий нас, что называется, из-за угла, поднимает свою голову, развивается воспаление, и, к сожалению, очень часто это воспаление приводит к необратимым изменениям. Поэтому в данном случае еще раз хочу подчеркнуть, насколько важна профилактика. Мне интересен этот вопрос, я думаю, многим жителям Севастополя. Как относиться или как бороться с тем фактом, что люди уже заболели гриппом, и они ходят на работу, передвигаются в общественном транспорте, отправляют своих детей в школу. Как быть с таким фактом? Вы затронули очень важную тему. Дело в том, что заболевший гриппом, даже когда он находится в продрамальном периоде, то есть в самом начале своего заболевания, когда он испытывает слабость, когда он испытывает боли в мышцах, в суставах, но температура еще невысокая, когда он только начинает подкашливать, у него появляется чихание, он является самым опасным источником заражения всех окружающих. Вирус передается в среднем на расстоянии 1,5-2 метра. Если человек чихает, то до 10 метров увеличивается расстояние, на которое мы можем с вами заразиться, получить вирус вместе со слюной, он воздушно-капельным путем передается, этот вирус, получить вирус и заболеть. Поэтому такие люди, которые в болезненном состоянии ходят на работу, отправляют своих детей в школу, являются вредителями. Это люди, которые на сегодняшний день представляют очень большую опасность для всех нас. Мало того, что прививку не поставили, они еще и заражают всех нас окружающих. Поэтому как с этим бороться, мне сказать, трудно, потому что медицина не борется. Медицина спасает. Наша задача именно спасать, а на самом деле не спасать, а предотвратить ту ситуацию, когда мы уже будем спасать. И во всем мире сегодня системы здравоохранения идут по советскому принципу. Я не говорил именно по советскому, потому что советская профилактическая медицина сегодня имеет продолжение во всех других системах здравоохранения мира. Она считается самой прогрессивной. И поэтому сегодня мы говорим именно о профилактике, о спасении, о том, как бы не допустить заболевания. Потому что на самом деле, когда человек заболеет гриппом и становится источником заражения для окружающих, он заражает свою семью, он заражает своих соседей, он заражает своих коллег по работе. И тем самым, распространяя вирусную инфекцию, является, к сожалению, очень плохим человеком. Михаил Владимирович, у нас остается буквально еще минута. У вас есть возможность призвать жителей Севастополя все-таки прийти и сделать прививку от гриппа. Буквально пару слов от вас. Дорогие жители нашего славного города, я хочу еще раз обратиться к вам с тем, что вакцина-профилактика – это единственный, надежный и высокоэффективный способ профилактики предстоящей эпидемии гриппа. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня в нашей программе был начальник отдела организации «Медицинская помощь взрослому населению» Департамента здравоохранения города Севастополя, доктор медицинских наук, профессор Михаил Владимирович. Малишевский. В студии работала Мария Боленская. До новых встреч.